приветствую вас и по всей видимости причин потери интереса может быть несколько первая причина это неправильная организация деятельности то есть тут надо сказать что вы начали очень сильно можете вкладываться в деятельность очень активно и заниматься а потом ожидая быстрых результатов от деятельности или ожидать успехов в ней вы разочаровываетесь соответственно если эта ситуация действительно обстоит так то вам необходимо занижать свои ожидания не думать о них а наслаждаться именно процессом и тогда по этому выводу можно сделать следующий вывод что деятельность вам следует выбирать такую удовольствие от процесса который вы получаете то есть деятельность приносит вам удовольствие и наслаждение именно как процесс а не как конечный результат в этом смысле именно такая деятельность не вызовет у вас потери интерес дальше интерес может попадать деятельности в том случае если вы это если вы ею занимаетесь не самостоятельно то есть не по-своему желанию если вам ее навязывают если вам говорят вот вы занимаетесь этим или вы занимаетесь этим то есть это не ваш собственный выбор и не являясь вашим собственным выбором это естественно не приносит двухсрочной перспективе вам никакого удовольствия потому что это изначально не ваш необходимо если это так перестать слушать других людей которые советуют вам заниматься той или иной деятельностью а прислушиваться только к себе это поможет вам выбрать то что нравится только вам то что приносит удовольствие только вам и как следствие конечно же эта деятельность не вам не надоест следующее о чем можно сказать это то что деятельность воспринимается вами как бег как бег от какой-то личной проблемы проблемы имеются ввиду имеющие место быть у вас и когда вы начинаете заниматься чем то проблема соответственно отходит на задний план вы чувствуете себя свободным вы чувствуете себя как бы сказать более легко и вы этой деятельностью занимаетесь но когда вы адаптируетесь к этому состоянию своему новому вы обращаете внимание на саму деятельность понимаете что она вам не интересна и она теряет свою актуальность и вместе с потерей актуальности возвращаются ваши проблемы которые изначально у вас была и которые вас беспокоят близко до чего у вас пропадает всяческий мотив заниматься этой деятельностью дальше дальше можно сказать о том что вы просто не уверены в себе и считать что у вас ничего не получится то есть в этом случае начиная заниматься деятельностью вы начинаете сомневаться в себе и боитесь неудач опасаясь опасаясь потому что у вас будет негативный результат от деятельности вы утрашиваетесь неинтерес и как бы тем самым подсознательно избегая неудач избегание неудач это есть один один одна из защитных форм поведения рационализирующих можно сказать неуверенность в себе то есть есть сомнение своей успешности это сомнение вы преодолеть не можете не осознаете причин этого сомнения в себе и как следствие как следствие вам нужно найти какое-то объяснение этой неуверенности в себе на помощь здесь приходит потеря интереса то есть вы можете сказать вот если вас спросим да если вы сами себя спросите вот почему вы перестали заниматься этой деятельностью у меня пропал интерес просто мне неинтересно а в действительности может быть так что вам заинтересно просто вы неудача боитесь просто вы не хотите столкнуться с ошибкой с неуспехом это больно ударит по вашему самолюбию по годам и так далее и в этом случае как и в предыдущих ну и на решать первопричину то есть в первом случае это ваша проблема которая изначально гонит вас на деятельность во втором случае это собственно говоря неуверенность в себе ну которая является как бы частным случаем от первого и если это неуверенность в себе то ее необходимо повышать понимать почему вы неуверенность в себе что заставляет вас так думать и работать в этом направлении либо самостоятельно либо с помощью специальности то точно выбирать вам на этом все надеюсь что помог вам если какие-то вопросы остались обращайтесь в личку помогу если вам понравился мой ответ буду благодарен за оценку его как лучшего а а а а а